В данном видео расскажу, как установить дистрибутив Ubuntu VirtualBox. Для начала скачаю VirtualBox. Установлю его. И започиваю. Теперь создам новую виртуальную машину. Назову ее, например, Ubuntu. И сообраз скачаю позже. Далее необходимо выделить оперативную память и ядра процессора. Желательно, чтобы каждый из ползунков находился в зеленой зоне. Ubuntu потребляет около 1,5 ГБ оперативной памяти, поэтому необходимо выделить хотя бы 2 ГБ и 2 ядра процессора, если это возможно. Я же выделю 4,5 ГБ и 4 ядра. Памяти на жестком диске выделю 25 ГБ. Главное, чтобы на жестком диске хватило столько места. Иначе операционная система даже не установится. Теперь перейду в настройки. Здесь на вкладке «Процессор» можно включить вторую галочку. Она позволяет включить виртуализацию внутри виртуальной машины. Например, если необходимо установить докер на виртуальную машину. На вкладке «Дисплей» выделю максимальное количество видеопамяти. Также можно включить 3D ускорение. Теперь скачаю ISO образ Ubuntu. Здесь можно просто нажать на зеленую кнопку «Download», либо выбрать альтернативный метод загрузки. Я же скачаю образ при помощи торрента. Для этого скачаю клиент торрента. Установлю его. И запущу загрузку. Также необходимо включить виртуализацию в BIOS. Иначе виртуальная машина просто не запустится. Например, у меня процессор AMD, и виртуализация включается следующим образом. А так включается виртуализация на процессоре Intel. Эpakар Бан um можно доставить обход каждого компьютера. Да, их должна было для меня. Иначе обход к будет прав 질ы в 어떤 программе. Разве aben к конкретному кнопке. Afぐ Далее запускаю виртуальную машину и выбираю образы установщика. В меню закручек нажимаю Enter и система запускается. После этого выбираю язык и установить. Здесь можно выбрать либо обычную установку, либо минимальную. Соответственно в обычной установке помимо веб-браузера и основных утилит установятся офисные приложения и игры и медиапроигрыватели. Также если необходимо установить какие-либо дополнительные драйвера, например для Wi-Fi адаптера, то можно поставить галочку напротив «Установить стороннее программное обеспечение». Здесь можно оставить все по умолчанию, либо если это необходимо, выбрать дополнительные возможности. также можно выбрать другой вариант, который позволит вручную разметить жесткий диск. Далее выбираю часовой пояс, ввожу имя пользователя, пароль. Здесь также можно выбрать «Входить в систему автоматически» или «Требовать пароль для входа в систему». Далее происходит установка. После этого просто нажимаю Enter и система перезагружается. ввожу пароль для входа. Здесь можно войти в сетевую учетную запись. На канале у меня было видео о том, как подключить сетевую учетную запись Google. Теперь данной системой уже можно пользоваться, но для расширения функциональности я также установлю дополнение гостевой системы. Для этого перед установкой необходимо обновить систему до последней версии. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Великобританию Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Теперь подключу образ гостевой системы. Для этого выберу в контекстном меню устройства «Подключить образ диска дополнительной гостевой ОС». Для того, чтобы установить гостевой образ, необходимо запустить скрипт авторан. Для этого открою терминал и с следующей командой запущу данный скрипт. Происходит установка. И, как можно увидеть, разрешение экрана поменялось. Также скрипт установки потребовал установить некоторые пакеты. Установлю их. И снова запущу скрипт установки. Гостевой ОС. Нажимаю Enter, чтобы закрыть окно. И теперь можно разбонтировать образ. Дополнение гостевой ОС позволяет включить такие функции, как автоматическое изменение размера экрана, общий буфер обмена, перетаскивание, а также улучшенная производительность. Теперь, когда у вас установлен дистрибутив Ubuntu, вы можете посмотреть и другие мои видео, посвященные Linux или данному дистрибутиву. Например, основы терминала Linux. Или какие программы я использую. Или как установить Node.js, Docker, веб-сервер и другое. На этом установка завершена. До встречи в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok